Я показываю несколько утрированно для того, чтобы вы увидели суть движения через экранчик ютуба. Фактически молочная железа нужна для того, чтобы кормить молоком ребенка. Вот я работаю с этим уплотнением порядка 5-10 минут, и я отчетливо наблюдаю, что уплотнение планомерно уменьшается. И, соответственно, риски тяжелых заболеваний в связи с этими уплотнениями также планомерно увеличиваются. В рамках нашей культуры молочная железа или грудь являются табуированной частью тела. Условно говоря, нельзя публично показывать открытую грудь женскую, нельзя публично трогать открытую женскую грудь, да и в бюстгальтере тоже не очень хорошо. При этом молочные железы – это такая же часть нашего тела, как и все остальные, как пальцы ног, или как спина, или как подбородок. С этой частью тела тоже существуют проблемы. Эти проблемы приводят к тому, что внешность женщины ухудшается, эти проблемы приводят к тому, что грудь болит, причиняет довольно неприятные страдания. И, кроме того, проблемы с грудью приводят к тому, что женщина заболевает и умирает раньше, чем им положено. Я имею в виду рак молочной железы, например. В этом видео мы поговорим с вами о том, каким образом мануально работать с молочными железами. Я дам вам практику, которую надо делать 5-10 минут, и если вы будете ее практиковать несколько раз в неделю, то это заметно улучшит форму груди, это позволит избежать проблем, связанных с болезненностью во время кормления или месячных, и до некоторой степени застрахует вас от риска возникновения рака молочной железы. Я попрошу оператора подойти поближе, и я покажу, какие существуют три основные проблемы по молочной железе. Итак, первая проблема по молочной железе – это трудности лимфатического оттока из подмышечных лимфатических узлов. Очень часто ко мне обращаются пациенты, у которых была удалена молочная железа, и практически всегда с удаления молочной железы происходит удаление подмышечных лимфатических узлов. Это с высокой степенью вероятности говорит мне о том, что сначала поражаются лимфатические узлы, которые отводят лимфу от молочной железы, потом токсические вещества, которые должны были отходить с лимфой, скапливаются в груди, что приводит к мутоденезу, что приводит к образованию рака. Соответственно, для того, чтобы нам застраховаться от ухудшения состояния по молочной железе, обязательно необходимо освободить лимфатические узлы, которые отводят лимфу от груди. Здесь нам надо помнить о всегдашнем правиле, что перед тем, как работать с лимфатической системой, нам в первую руку надо обязательно поработать с венозным углом, потом нам надо поработать с подключичной артерией и уже потом начинать работать с лимфатическими узлами, расположенными в подмышке. Лимфатические узлы, которые располагаются в подмышке, располагаются, во-первых, непосредственно в самой подмышке, и, во-вторых, они располагаются по боковой поверхности молочной железы. Здесь нам надо понимать, что главное движение после того, как мы раскрыли венозный угол и подключичную артерию, главное движение – это нагнетание лимфы в подмышечные лимфоузлы. Мы должны помнить о том, что это движение должно быть максимально деликатным, медленным и аккуратным. Я показываю несколько утрированно, для того, чтобы вы увидели суть движения через экранчик YouTube, но, в принципе, если говорить про правильную работу, то она будет выглядеть примерно следующим образом. Я зафиксирую руку на боковой поверхности молочной железы и подмышке, и медленными, едва заметными движениями буду сдвигать руку в сторону подмышки. Хорошим результатом этой работы будет уменьшение уплотнений в подмышке и в районе груди. Второе движение, которое мы должны делать – это движение прямо обратного направления. Дело в том, что молочную железу можно представить в виде тисти винограда, где каждая виноградинка – это пузырёк молочной железы, а хвостики, которые соединяют виноградины с общей тисточкой – это прототи. И конечные прототи выходят на сосок. Фактически молочная железа нужна для того, чтобы кормить молоком ребёнка. Соответственно, каждый пузырёк молочной железы должна иметь соединение с протоком в соске. В некоторых случаях эти прототи забиваются, что приводит к тому, что то небольшое количество секрета молочной железы, которое выделяется из груди, даже если женщины не кормят, этот секрет перестаёт выходить из молочной железы. Вот у нашей модели я наблюдаю уплотнения. Эти уплотнения воспринимаются мною как какие-то плотные комочки внутри молочной железы. Нормальная молочная железа должна быть более-менее равномерна во всех направлениях. Если вы чувствуете какие-то области в своей груди, которые болезненны, или чувствуете области с иной плотностью, то почти наверняка это забившиеся протоки молочной железы. Как мы с ними работаем? Здесь надо понимать, что если в каком-то месте протока забилось, то существует несколько вариантов. Итак, первым способом улучшить проходимость проток молочной железы будет сосание. Здесь мы говорим и о рожавших женщинах, и нерожавших женщинах. Условно говоря, создание вакуума вокруг ореола, вокруг соска, приводит к тому, что протоки молочной железы расширяются, и это приводит к тому, что из железы выходит какое-то количество секрета, и это способствует очищению молочной железы. Здесь женщина может обратиться к близкому человеку, чтобы он ей рассасывал грудь, или можем поставить банку на сосок. Здесь надо помнить, что нагрузка должна быть мягкой и деликатной, чтобы через избыточный вакуум не усилить воспалительный процесс, связанный с закупоркой протоков молочной железы. Вторым способом, который применим в рамках платного массажа, будет тот способ, который я сейчас практикую, в то время, когда вам рассказываю все это. Я нашел уплотнение в груди. Оно воспринимается как пузырек или как какая-то блямбочка. И я, начиная на эту область более высокой плотности, воздействовать с разных сторон. Условно говоря, я не давлю непосредственно на саму зону уплотнения. Боже вас упаси это делать. Вы подходите к этому уплотнению и как бы начинаете его ощупывать с разных сторон. Как если бы у нас был какой-нибудь зуб, который у нас побаливает. Мы не давим непосредственно на зуб, мы его сдвигаем в разные стороны. То же самое мы делаем с зоной уплотнения. Мы заходим в него с разных сторон, непосредственно к этой зоне не прикасаясь. Делаем это крайне медленно и деликатно. Ваша задача найти границу уплотнения, положить на него, на эту границу подушечки пальцев и слегка поддавливать на эту границу между уплотнением и нормальной структурой молочной железы. К чему это приведет? Это приведет к тому, что прототии, внутри них есть мышцы, прототии расслабятся и, соответственно, те уплотнения, которые связаны с тем, что секрет молочной железы не может нормально выходить из груди, этот секрет потихонечку начнет отходить. И более того, в тот момент, когда мы надавливаем, мы способствуем дополнительному выделению этого секрета и таким образом этот секрет начинает поддавливать на пробке, частично их растворяет и частично выходит через прототии, через сосок. Вот я работаю с этим уплотнением порядка 5-10 минут, и я отчетливо наблюдаю, что уплотнение планомерно уменьшается. Здесь надо помнить о том, что эта работа должна повторяться более-менее регулярно. Здесь надо помнить, что хорошие долгосрочные результаты вы получите как минимум после 10 процедур. Совершенно очевидно, что с возрастом количество уплотнений, как правило, только возрастает. И, соответственно, риски тяжелых заболеваний в связи с этими уплотнениями также планомерно увеличиваются. Ну вот уже поработал я с левой грудью, и мне практически все нравится. И подмышечные лимфоузлы ушли, и уплотнения по протокам также исчезли. А, например, с правой грудью есть совершенно отчетливые области, где прямо такая гуля существует, и эту гулю тоже неплохо бы расслабить. Вот, я не могу, извините, оставить свою модель с одной починенной грудью, а со второй нездоровой. И вот мы находим это уплотнение. Здесь любопытным фактом будет то, что по левой груди уплотнение было сверху, а по правой груди уплотнение находится сбоку. И, возможно, да, и снизу. Эти вещи зачастую связаны с тем, что человек имеет искажение по осанте. Соответственно, каждый раз, когда у нас есть перекос тела по осанте, это приводит к затрудненному движению лимфы по нашему организму. И в этом смысле, когда мы работаем со здоровьем человека, принципиально важно, с одной стороны, уметь работать с лимфатической системой, с другой стороны, понимать предпосылки того, что лимфатическая система поломалась, и чинить тело целиком для того, чтобы лимфа в будущем работала нормально. Именно этой теме посвящен наш бесплатный трехдневный марафон. Ссылочку на участие в этот марафон вы можете получить в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Если вы не умеете работать с лимфой, то существует огромный класс проблем, с которыми вы не в состоянии помочь вашему клиенту. Но с другой стороны, если вы не умеете работать с первопричинами возникновения проблем по лимфе, то у вас нет шансов вылечить вашего клиента. Не лишним будет добавить, что каждый раз, когда вы не можете поработать с лимфой, со своим клиентом, вы теряете его доверие, потому что не излечиваете его проблему. А каждый раз, когда вы не можете убрать первопричину возникновения затруднений по лимфе, вы утрачиваете репутацию, потому что вы не излечиваете человека. Поэтому важно уметь работать с лимфой и важно находить первопричины того, почему лимфатическая система работает не очень хорошо. Короче, друзья, обязательно приходите на наш бесплатный трехдневный марафон. Это реально очень полезно. Вы точно получите много интересных знаний, которые в конечном итоге приведут вас к тому, что вы станете намного больше зарабатывать. А мы продолжаем. И вот, пока я все это вам рассказывал, одновременно происходила работа по молочной железе. Потихонечку я наблюдаю, как происходит расслабление проток и смягчение узелков внутри груди. Это происходит прямо в процессе. Я думаю, что нам для того, чтобы получить конечный хороший результат, потребуется провести эту процедуру еще несколько раз. Как минимум минут 20 еще надо потратить на работу с правой молочной железой, потому что здесь какой-то давний процесс спазма и воспаления. Ну и третьим движением, которое я рекомендую всем, это будет работа непосредственно с самой тканью молочной железы. После того, как вы провели работу по отведению лимфы из груди, после того, как вы провели работу по расслаблению молочных протоков, после того, как вы убрали болезненность по груди, следующим движением будет вращательное движение по груди, закручивающее грудь в сторону подмышки. Это помогает урегулировать структуру движения лимфы, и это тонизирует дополнительным образом ткани самой молочной железы. Такое вот движение с обеих сторон по 15-20 движений в каждую сторону приведет к тому, что структура молочной железы заметно улучшится, ткани станут более плотными, Это приведет к улучшению кровообращения и, в свою очередь, улучшит форму груди. Можно делать одновременно с двух сторон. Мы как бы забираем грудь в ладошку и совершаем вращательное движение, как бы выкручивая и закручивая грудь наружу. Это можно сделать прекрасно самостоятельно. Любые из этих движений прекрасно можно делать самостоятельно. Давайте суммируем. Во-первых, работа с лимфатическими узлами приведет вас к тому, что вы существенно снизите риск заболевания раком молочной железы. Во-вторых, работа с протоками и лимфатическими узлами существенно снизит болезненность во время менструации, во время беременности, во время кормления. Существенно снизит риск мастопатии и мастита. Соответственно, если мы говорим про третье движение, оно существенно улучшает тонус тканей молочной железы, груди. И таким образом улучшает внешний вид груди. И вдобавок делает кровоснабжение груди лучше. И таким образом дополнительно страхует нас от заболеваний молочной железы. Искренне вам признателен за то, что вы досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, насколько вас занимает тема молочных желез. Насколько ваши близкие сталкивались с проблемами с грудью. Насколько вас тревожит форма груди. Насколько вы верите в то, что грудь может быть изменена посредством мануальных процедур. Возможно, у вас есть какие-то тайные рецепты. Каким образом вы улучшили состояние своих молочных желез. Мануальными ли способами или посредством каких-нибудь, я не знаю, припарок, например. Обязательно нам об этом напишите. Потому что нашему сообществу крайне интересно прочитать, что у вас там происходит в вашей реальной жизни. Ну и обязательно, конечно же, подписывайтесь на канал. Потому что нашей главной целью является, чтобы вы были вместе с нами. Чтобы вы были довольны. Чтобы вы извлекали много полезной информации, которая изменит вашу жизнь к лучшему. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Чернонок. Автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматики. И одноменного YouTube-канала. Где мы с вами разбираемся в сложных темах. И учимся работать с ними простыми способами. И главное, зарабатывать на этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания.